Нет ни малейших сомнений, что российский фильм года — это док-триллер Алексея Навального о том, кто отравил Алексея Навального. Даже если вы работаете в Кремле, в Миде или в Росгвардии, вы хотя бы на минуту да поверите Навальному. Господи, может, всё было именно так? Привет, это Навальный. Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут, я знаю, где они работают, я знаю их настоящие имена, я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии. Это поразительное художественное произведение. Ну, во-первых, оно рассказано от первого лица. Это я, Навальный, это меня отравили. Я почти умер, но жив. И сам помогаю искать и наказывать своих убийц. Это распространённый приём детектива. Ну, вроде восьми женщин, когда папа как бы умер, но потом оказывается, что папа жив. Ещё это как почти быть Джоном Малковичем. Ну, или как граф Монте-Кристо, или даже отыграть назад в одном флаконе. Любитель игры в слова получит в подарок головоломку с фамилиями группы прикрытия. Ну, группы прикрытия отравителей Навального. Чего стоит тот факт, что псевдонимы отряда убийцы, ну, так называет своих героев сам Навальный, взяты у жён, а даты рождения разнятся с настоящими, как заметили самые наблюдательные зрители, ровно в полгода. Имя не меняем, от отчества оставляем только первую букву, день рождения сохраняем, месяц тоже, год меняем, но немножко, чтобы было просто запоминать. Ну и фамилия. Для прикрытия используется девичья фамилия жён настоящих сотрудников ФСБ. Ну, опять же, чтобы было просто запомнить. Спиридонова. Девичья фамилия супруги сотрудника ФСБ, врача Осипова. Оцените прописку фельдшера Паняева на Лубянке, а до этого прямо в доме Алексея Навального в Марьино. Ну, или тот факт, что один из отравителей, забывшись, включил свой настоящий телефон, чем выдал свою геолокацию. Что другой следит уже не за Навальным, а за Марией Певчих, и его суета тоже пойдёт на пользу детективному делу. Есть и отдельные спецэффекты. Ну, например, чего стоит пробивание героев по чужим телефонным книжкам, в которых они записаны с пометкой ФСБ. Ну, или сам факт, что биллинги сотрудников спецслужб могут оказаться в открытом доступе. Мы и имён-то этих людей не знаем. Госнаграды им вручают по секретной связи. А тут биллинг. Можно же даже перезвонить. На момент записи моей программы фильм Навального посмотрели 12 миллионов человек. То есть кино сделало себе кассу уже в первые дни проката. 12 миллионов за трое суток. Это вам не шутки. Это эпидемия. С ней надо считаться. Кремль взял повисшую в воздухе паузу. Дмитрий Песков, у которого в запасе в последнее время много расслабленных шуток на тему любого болезненного расследования, будь то близкие знакомые президенты или всё ещё предполагаемые дочери, даже отменил традиционный брифинг, ну, сославшись на то, что у него много работы. Кремлю нечего сказать, как бы говорит нам Песков. Ну или так. Кремль считает, что разговор на эту тему неуместен. Кремль теперь не просто не называет имя Алексея Навального, он не признаёт его существование. Навальный для него действительно как бы умер. Нет человека, нет и комментария. Следующий вопрос. Мы заинтересованы и хотим вскрыть все обстоятельства этого произошедшего и докопаться до истины, что же произошло. Помогите нам в этом. Если вы обладаете информацией, коей не обладаем мы, никто нам помогать в этом не захотел. Иногда кажется, что и больной-то сам не хочет. В этой логике на пресс-конференции Путина, по-хорошему, просто не может быть вопроса о Навальном. Президенту просто не должны задавать этот вопрос. Вы спросите, а как это? Бывали же когда-то спонтанные журналистские флешмобы с одним и тем же вопросом про закон Димы Яковлева. Ну или смелая Фаридару Стамова с вопросом-сюрпризом про дочерей Путина ещё в прошлом году. Когда вы признаете, что они ваши дети? И когда они станут публичными и открытыми для общества, как дети других мировых лидеров? Вы тогда поковыряйтесь там поподробнее, и вы поймёте, какой у них на самом деле бизнес, и есть ли он как таковой. Но кто сказал, что Кремль не может вообще отменить в своём меню пусть и крошечный раздел «Острые блюда»? Ну если теперь на острое в Кремле аллергия? Бывают, конечно, исключения, но взять хотя бы дело Юкоса. Старожилы помнят, как президент внезапно в разговоре с испанскими журналистами прокомментировал ситуацию с компанией «Байкал Финанс Групп», той самой, которая в качестве единственного участника аукциона приобрела «Юганскнефтегаз», актив компании Юкос. Как писали тогда в деловой прессе, речь шла о подставной фирме, эффективной компании, которая была лишь прикрытием для третьих лиц, в частности для Роснефти. Каково же было удивление наблюдателей, когда президент России так честно и сказал, будущие собственники должны были подумать о том, как они будут работать, как, возможно, будут в судах отвечать на иски, которые могут быть им предъявлены. Ну то есть подтвердил, что компания действовала в интересах будущих акционеров. Экс-менеджер Юкоса Александр Шадрин даже написал заметку в «Коммерсант» о том, как он ждал, что президент так и скажет. «Уважаемые коллеги, мы и завели Юганск на эту живопырку». Но он все-таки этого не сказал. Но так бывает, когда у президента настоящий азарт, отличное настроение и ощущение, что можно все. Конечно, у президента все-таки могло появиться острое желание что-то ответить. При службе в такой ситуации приходится послушно готовить, ну как бы импровизированный, неудобный вопрос. На этой неделе вышло расследование про Алексея Навального. Почему до сих пор не возбуждено дело по факту его отравления? И кто его отравил? Скажите, пожалуйста. Спасибо. Понятно. Имя Навального из уст президента, конечно, невозможно. В крайнем случае его могут назвать Саакашвили. Ну или пациентом, про которого неясно, болеет он или нет. И что теперь? Каждый раз дело про больных открывать? Так дел на всех не хватит. Теперь, что касается пациента в Берлинской клинике. Этот трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц. И таким образом, для тех, кто это делает, таким образом подтянуться до определенного уровня и сказать, вот обратите внимание, мой партнер это вот этот. И я, значит, такого же калибра человек. За первые два дня бурлящего интернета в бой с Навальным бросили только солдат. Про кремлевские блогеры в основном на сайте Russia Today писали, что Навальный со сторонниками объелись белены. Что Навальный плохой муж, не провожает жену до дома, ну то есть до отеля, когда ей плохо, мирно дожевывает собственный обед, зато проявляет неумеренную чистоплотность. Будто бы поехал на два дня в командировку и, о господи, сдал вещи в чистку или в стирку. Что он с детства врал о том, что он юрист, что по сценарию Литвиненко он называет свой чай невкусным, что он вот-вот начнет торговать омской плащаницей со своим профилем, потому что не упускает случая поторговать. Одна из моих версий, то, что за всем этим стоит одна из башен, либо одна из структур ФСБ, что Навальный является одновременно агентом нескольких спецслужб, она, может быть, даже и подтверждается. Но какая разница, о чем говорят блогеры? Их ведь никто не услышит. У них, у блогеров, все меряется просмотрами. У Навального 12 миллионов. Он уже победил. Оперативка Кремля простая. Фильм шит белыми нитками. Сначала покажите нам орудие преступления, ну, да хоть и биллинг, а потом требуйте с нас начинать расследование. Но дело даже не в старом, как мир, тезисе «не пойман, не вор», а в том, что в логике Кремля хотели бы убить – убили бы. Президент страны так и сказал – хотели бы отравить – отравили бы. Ну, это совсем не значит, что его отравить нужно. Кому он нужен-то? Ты понимаешь? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Весь интернет давно шутит. То ли не умеют убивать, то ли прониклись к пациенту симпатией. Три года травят, и все никак. То ли яду не докладывают, то ли сами съедают. Может, рука дрогнула? Может, он их вообще перевербовал одним своим оппозиционным взглядом? То есть в Кремле считают, что расследование потому и слабое, что киллеры в нем показаны неумехами. Но российский зритель совсем другого мнения. Да, отечественные киллеры – они такие. То ли бестолковые, то ли нерешительные. Даже убить толком не могут. Предыдущие, погуляв по Солсберецкому собору, и вовсе выбрасывают флакончик с ядом в рядом стоящее мусорное ведро. Мы гуляли, наслаждались вот этой вот английской готикой, вот этой красотой. Почему-то этого не показывают. Навальному в своем фильме приходится даже вступаться за пресловутый отряд убийц. Он тоже сначала принял химиков за наружку. Ну, а потом понял, что они репетируют. Не так-то просто отравить человека новичком, чтобы не торчали уши. Надо тщательно выверить дозу. К тому же, кто знает, как работают такие группы? Может, собрали, потом разобрали до востребования. Расследование, конечно, спишут на ЦРУ. Выступивший на вторые сутки в Загребе Сергей Лавров на это прямо намекает. Он уже посетовал западным партнерам. Все эти ваши новости забавно читать, но ваши манеры ниже всяких этических норм. Где же ваша хваленая дипломатия? Работа с фактами. Песков тот еще с октября называет Навального агентом американской разведки, а заодно и всех журналистов-расследователей. Кремль знает, кто за ними стоит. Это легализация. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да наши спецслужбы хорошо это понимают и знают. Знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. Вот этот пациент в Берлинской клинике, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если и это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужба, конечно, должна за ним присматривать. Есть мнение, что когда фигурантов расследования по старой верховной традиции наградят орденами, за кулисами, скорее всего, проведут работу над ошибками. Ну то есть настоящее служебное расследование. Что это за кардибалет? Как это вообще все так криво вышло? Есть и вопросы из зала. Почему поехали травить Навального в тот день, когда в него уже брызнули зеленкой? Почему такая плохая коммуникация между отделами? У вас что, внутренняя конкуренция? Но главное, почему столько бесхозной информации о спецслужбах гуляет на просторах черного интернета? Оптимизация? Пояса затянуты? Приходится отказывать себе в самом необходимом? Приторговывать компроматом друг на друга? Ах да, западные хакеры, они как чума. Мы ломаем их, а не нас. Вы же сами говорили, что неважно, кто ломает. Главное, что в сломанной почте. Разве это важно? Кто взломал? Там вот эти какие-то там данные из штаба, предговора у нас штаба госпожи Клинтона. Разве это важно? Важно, что является содержанием того, что было предъявлено общественности. Вот вокруг этого должна вестись дискуссия, на самом деле. Не нужно уводить внимание общественности от сути проблемы, подменяя какими-то второстепенными вопросами, связанными с поиском того, кто это сделал. Я уже говорила про 12 миллионов зрителей. Это очень большие цифры. Было бы, конечно, очень интересно посмотреть соцдем этого зрительского зала. Возраст, образование, род занятий. Сколько действующих чиновников, сколько бывших, сколько военных, сколько сотрудников спецслужб. Лично для меня политической новостью было не только само завораживающее расследование, которое сделали Биллингкетт, журнал «Шпигель», издание «Инсайдер» и телекомпания «Си-Эннн». А обращение Навального к предполагаемым сослуживцам своих отравителей. Он их даже не обличает, не обращается к ним как к врагам, а отчетливо, кажется, впервые настолько отчетливо ищет в них союзников. Я хочу сказать пару слов офицерам ФСБ, ну и вообще правоохранительных органов. Вот вам самим не стыдно работать на эту систему? Вы же видите, что просто превратились в прислугу для воров и предателей. И вы должны это все защищать, а еще и убивать тех, кто недоволен. Не надо участвовать в этом национальном предательстве. Те, кто поддерживает Путина и его систему, не патриоты, а изменники. Они предали народ России. Нет, это не значит, что Навальный сотрудник российских спецслужб. Это буквально политический призыв к полиции перейти на сторону народа. Так часто бывает. Вот, например, недавно в Беларуси Мария Колесникова дарила полицейским сердца, Светлана Тихановская просила их остановить насилие. Навальный демонстрирует, и небезуспешно, что это сильный, очень сильный удар по системе. Представим себе такую же небогатую, как в уже знаменитом репортаже CNN, выкрашенную в зеленый, дверь рядового чиновника или даже сотрудника силовых структур. Вот смотрит он на этот предновогодний капустник и думает, ничего себе ребята пляшут. Одно дело быть на службе у не самого демократичного государства и даже выполнять военный приказ. Другое дело предполагать, что ты пусть и мелкая, но звено в криминальных разборках. Здравствуйте, Олег Борисович. Меня зовут Клариса Уорд. Я работаю в CNN. Меня зовут Клариса Уорд. Я работаю в CNN. Можно я спросить несколько вопросов? Можно я спросить? Это ваша команда отравила Навальни? Это ваша команда, который отравил Навальни, пожалуйста? Есть ли какие-то комментарии? Он не хочет поговорить с нами. Олег Борисович.